Привет, свидетели святого в тылу врага! Люблю находить в мастерской разные моды на эту замечательную игру. И знаете что? Я нашел! Мод под названием Better Tank Driving, что переводится как усовершенствованная езда танков. Это не мега модификация, которая меняет целиком игру или переносит в другую вселенную. Это только прекрасное и логическое улучшение механик передвижения. Целью мода является улучшение реалистичности навигации бронетехники в городских районах. Бронированная техника, искусственный интеллект и игрок теперь будут избегать проезд через здание и будет более реалистично ориентироваться. Танки могут пробить здание, но это не реалистично. В реальности экипажи редко рисковали получить повреждения или обездвижения, которые могли быть вызваны обвалом обломков или других препятствий. Разрушение заборов, низких стен, сараю и других мелких сооружений все еще считается более корректной игрой в плане реализма. Также на это приятно смотреть, как танки спокойно объезжают строение, а не прут на пролом. Особенно, когда ты создавал карту, а эти придурки ломают весь антураж. И плюсом является то, что когда танк маневрирует, как в реальности, то он подставляет борта и корму, и возможно его уничтожить. Например, какой-то джамбо суется на вас, и вы его в лоб не возьмете, а в борта или корму с легкостью. Исторические примеры. Рисунок первый. Под Ставелом в 1944 году американские войска начали контратаку. Во время боя американский пехотинец выстрелил из базуки по танку Тигр-2. Водитель дал полный газ задним ходом и заехал прямо в обрушившиеся здания, в результате чего огромный танк застрял в завалах. Рисунок два. В Эльсдорфе в 1945 году Тигр-1 пострелил американский М-26 из засады. После выбивания М-26 Тигр-1 уходил задним ходом, чтобы избежать, но он застрял на груди обломков. Экипаж покинул танк. Технические детали. Этот мод влияет только на два файла в папке свойств. Он переклассифицирует здания и некоторые деревья, как непроходимые для бронетехники. Поэтому этот мод должен быть совместим с любым другим модом. Cold War работает. Проверял.